Всем привет дорогие друзья, с вами Lombardi и сегодня продолжим, продолжим ребят нашу рубрику весь тюнинг в Need for Speed Heat и сегодня у нас замечательный Nissan 370Z, да, в прошлой серии у нас был 350 и поэтому мне интересно на что у нас способен 370, ну и опять же весь его тюнинг, поэтому давайте приступим, начнем мы с бампера, да, данный Nissan, ребят, я в прохождении, я еще раз повторяюсь, использовал как тачку под дрифт и он себя там, ну прям реально классно показывал, ну вот бамперу я вот, я не знаю, а пусть вот такой, пусть вот так или нет, все-таки вот так, сплиттер не знаю, не знаю, не знаю, ребят, наверное вот такой вот, сильно прям большой ставить не будем, дефлекторы, ну почему бы и нет, хотя нет, все-таки нет они какие-то прям громоздкие на данный бампер, не хочу, не хочу, крышка капота, ну можно, пусть будет, пусть будет, фары, ну только можем, да, перекрасить, ну и давайте, давайте пусть будет тоже, далее, передние крылья, мне вот так вот прям нравится, а если вот и бампер поставить оттуда, да, вот так оно смотрится как-то покошернее, и дефлекторы как бы тут в тему, да, да, вот так вот, прям, прям красота, порог, порог, а почему два порога, ага, ясно, то есть первый у нас еще и снимает наклейку стандартную, да, я не знаю, я бы пока бы, наверное, бы ее бы оставил, возможно, когда приступлю к покраске, там уже ее уберу, если она будет лишней, тут так же само, да, задние крылья, то есть той же серии, фонари можем просто затянуть, да, ну и ладно, так, ну и я понимаю, что, вот это, ребят, ну так не хочется, ну я, честно, я не люблю, когда вот трубы рядом, тройные, ну, не для меня это, ну, в принципе, ладно, давайте, давайте поставим, так, а, это задний бампер, диффузор нам недоступен, ну, по выхлопным, походу, придется оставить стандарт, ну, либо, либо вот так, но смотрится это все дело как-то убого, нет, давайте, где там стандартный, нет, это бампер, господи, ты боже мой, вот стандартный, все, оставим вот так, потому что на данном бампере и на данном обвесе, походу, это единственный наш, ну, такой нормальный вариант, далее, далее спойлер, ну, как бы, как бы, вот этот, мне кажется, будет неплохо, так, зеркало, ну, тоже, тоже, как бы, ну, не алло, не алло, оставим, оставим по стандарту, так, ну, и наклейку дам, пока мы ее не трогаем, так, колес, диски, вы знаете, мне кажется, ббс, и прям будет вай на ней шикарно смотреться, и вот что-то вот, вот в этом роде, но единственное, что я потом, когда буду красить машину, я, наверное, их тоже маленько перекрашу, и резина домика, да, вот так, есть, тут тоже самое, да, вот наши диски, и я забыл, да, про, про размер, вот так, и вай уже, как бы, неплохо, да, единственное, что высота, давайте пониже, пониже, и стандартный звук двигателя, ну, такое себе, такое себе, а если мы поменяем движок, тут поярче, тут поярче, и сразу уровень тачки 357, и я думаю, в отличие от 350-го Ниссана, у 370-го больше шансов получить 400-й уровень, ну, ладно, ребят, сейчас за кадром, как обычно, я поработаю над внешкой, и обязательно вернусь к вам. Итак, ребят, поработал я чуть-чуть над внешкой, хотя, в принципе, я перекрасил просто тачку, сделал с переливом краску, покрасил диски, ну, просто в хром кинул золото, и серебро, которое шло по внешней части, и получилось как-то вот так, я не убирал стандартную наклейку, и мне кажется, смотрится это очень даже неплохо, ну, как на мой вкус и цвет. Ладно, ребят, тачка имеет 400-й уровень плюс, она прокачалась, так что, в принципе, в принципе, все классно, и вы знаете, так как я на ней участвовал только в дрифте при прохождении, я бы хотел на данный момент именно, именно задействовать ее, ну, просто вот по прямым и все с нами, я не гонял на ней, я же говорю, использовал только в дрифте, ну, и давайте, ой, она чё-то не повернула, а вы знаете, чё она не повернула? Я знаю, ребят, я допустил маленькую ошибку, а именно в том, что я резину поставил для драга, а не для трассы, вот и поэтому она себе и прет вперед, и ей на все по барабану, поэтому один момент я резину все-таки поставлю для трассы, потому что для драга это, ну, как бы, ну, ни о чем. Да, вот как-то вот так, и давайте еще раз попробуем, если я сейчас опять влечу в забор, я буду просто удивлен, потому что, когда ее пилишь под дрифт, она реально, она просто ходит боком, каждый поворот она просит, чтобы ее вот бочком и вели. А ну, не, вот, все-таки да, дело было в резине, все-таки резина для драга, это резина для драга, вот, ну и держит, держит угол, а ну, предел в 300 взяла, ну и достаточно управляемая, несмотря на то, что только задний привод, да, нет, комфортная, очень комфортная, поэтому данная тачка реально классно подходит и под дрифт, и, если вы хотите просто погонять, то меняйте резину, и, и вперед, резину, подвеску, дифференциал, и вперед можете приступать уже к обычным гонкам, спринт, либо кольцевым, ладно, ребят, в принципе, на этом все, если понравилась данная тачка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч, я влюбилась, и в кого же? Большой, сильный, красивый, чуть за 50, тело мечты, я от него без ума, речь о тачке, да? Ага, Камаро, я бы жила в нем, правда, только что забралась назад и проспала два часа, как младенец, если бы в нем была ванна, вообще бы не выходила, жаль, в магазины на машине нельзя заезжать, и можно было бы сэкономить на жилье, именно, мне не нужна квартира или какой-нибудь скучный дом на колесах, нет, у меня есть мой прекрасный желтый зверь, и мои ноги больше не коснутся земли, но в гараж-то ты все равно заедешь вечером, да? Да, конечно. Отлично. До скорого.